Всем привет, друзья мои, поставить цветочки, путешественница, решили выпить кофейку, но как у нас проходит праздник, над отношениями в семье нужно работать. Всем привет, друзья мои, я иду навстречу, как на работу, работа та же моя, да? Настя уже ждет меня, я вот тороплюсь, думаю, что сегодня будет очень интересный день. Всем привет, друзья мои, и вот я нахожусь в гостях, хожу по гостям усиленно, усердно. Настенька меня знакомит с турецким населением, они все такие гостеприимные, доброжелательные, вы нигде не увидите негативных людей. Но, естественно, все зависит и от вас, если вы будете злая и вредная, и ныть постоянно, то вас никто не пригласит, это точно и уверенно. А когда вы хороший человек, предлагаете людям добро, улыбаетесь, так же они реагируют и на вас. И сейчас я хочу, они мне разрешили снять их дом, квартиру, а так же я покажу район Давул-Тепе, ведь здесь я впервые, и, конечно, хочу поделиться с вами такой интересной информацией. Так, мои хорошие, значит, смотрите, мы, центральная дорога, которая ведет в Анталию, она впереди и идет, проходит по ту сторону, напротив. Мы немножко углубились сюда, к горам. Вот такая панорама из окна. Дом вообще, как королеву, где-то в королевство я попала. Посмотрите, вот такие дома со стороны, это дом аналогичный тому, в котором мы сейчас находимся. Сейчас я покажу застекленные балконы здесь, наверное, мне скоро недвижимость надо будет продавать тоже. Вот наша хозяйка, Сезам, Настеньку, вы уже знаете. Здравствуйте, приветствуйте. Настя, кстати, тебе переветы там передавали уже. Да, спасибо большое. Так, и вот, что касается внутренней стороны двора, бассейн здесь имеется, очень красивая. По-русски, вот, панорама, будем говорить, не будем использовать сильно умные слова. Вот такой дом, три дома находятся в этом ситой комплексе. Ну, естественно, бассейн сейчас не работает в связи с вирусом. И сейчас вот Сезам разрешила мне показать их квартиру. Чекабелирмисен, Сезам? Ага, чекабелирсен. Саре, чекабелирсен. Да, лабелир, чекабелирсен. Чекабелирмисен. Ага. Чекабелирмисен. Чекабелирмисен. А я, как говорю, вообще, вот такая у них огромная кухня. Все есть в ней. Это молодая семья. У них лапочка-дочка. Жена-домохозяйка. Муж занимается удаленной работой. Вот даже турки уже занимаются удаленной работой. Ну, естественно, я сделаю им предложение. И они сейчас его рассматривают. И я решила немножко отдохнуть. Посмотрите, как красиво все. Видите? Даже вот подушечка. Вы видите, вот такой зал у них. Я встану сюда. Вот. Даже подушечка говорит о том же. Такой красивый альбом. Я только посмотрела про брак, про свадьбу. Вот подушечка с их лялечкой, которая родилась. Видите? Вот красивая его фотография. И нам надо с Ашкемом так сделать. В общем, вот такие вот дела. Сейчас идем в другую. Везде разрешили. Это такой небольшой зал, где они проводят время вечерами. То есть, та большая для гостей. Здесь, я смотрю, у них кладовочка. Все так аккуратненько. Идеальная чистота. Тем-темис, тем-темис. Вот туалет такой красивый. Видите, тут у них и сушилка. И сушилка сделана. И стиральная машина. И вот для лялечки вот такая вот. Видите, вот и я сама. Лялечка. Душкабина. Все очень чисто. Супер. Супер эвкадын. Здесь детская. Посмотрите, пожалуйста. Как красивая. Вы можете сделать это? Да. Вы можете сделать это? А, у юмушо. Вот такая игральная комната. Но она говорит, днем спит в другом. Здесь офис ее мужа. Видите, вот такой офис. Он работает на дому. Балкон еще. Балкон города. Да, мам. Гюзель. И здесь спальня. Я не буду говорить. Вот. Видите? Вот такая спальня. И вот их лалечка. Ура да туалет. Ну, а здесь, видите, ребенок спит. Туалет и кладовка. Так, а вот и сам шефки. Хозяин квартиры шефки. Селям, соли, шефки. Я говорю, почувствовала, что они очень хорошие. Потому что, как только зашла, очень улыбающиеся. Меня первый раз видят. Вот еще раз покажу такой. Два очень красивая квартира. Чок гюзель. Ну, вот. Вот такие вот делишки. Надеюсь, вам понравился обзорчик. Все на месте. Все чистенько. А мам, на взгляды. Ну, вот сейчас мы сидим здесь и разговариваем о бизнесе. Им очень понравилась эта идея. Глобал гигоэст. Гигоэст. Присоединяйте, ждем. Вот одни гостей с другим. Это район Давултепе. Это уже Давултепе или проехали? Мы в сторону 10 лет направляемся. А, в Тэджи потом? Да, остался здание нас. После Давултепе, Тэджи идет. Мейзитли, Давултепе, потом идет Тэджи. По-моему, Ашка, им интересно, как там он. Возвращаюсь домой. Купила мороженое. Пью целый день. Такая жара. Ничего не хочется. Познакомилась с одной девочкой тоже. Приятно было. Побеседовали. Ну вот, направляемся. Что могу сказать? Что я начала активно со всеми знакомиться. Это очень интересно. Так он, стала выходить, познавать Мерсин. Прошла мимо магазина, где я свалилась, но не зашла. Не хочу вспоминать этот ужас. Как раз вышла на него, но не зашла. Всталось немножко. Тут два шага. Я до дома. Я сейчас покушаю мороженое. Ну все. Мне кажется, сегодняшнее видео было очень интересно. Для вас и для меня. Всем пока-пока. С вами была Светлана Таркова. Идем с Ашкема в магазин. Если дадут поснимать с него. Хочу купить себе кое-что. Платицы в разных там. Посмотрим. Если понравится, погода такая ветреная. Хорошо. Потому что вечером идем в ресторан. Утюг испортился. Гладить нечем. Надо купить что-то такое, которое не мнется. Шучу. Ашкем посмотрит. Если нет, то новый утюг купим. Пришли уже. Сера Хам. Бьютик. Мне понравились тут вещи такие. Видите, какой дизайн красивый. Видите? Я снимала. Говорила, что хочу прийти сюда. Ну, посмотрим, что мне здесь понравится. Пойдем внутрь, посмотрим. Ну, красиво. Видите, какой магазинчик. В магазине мне не разрешили снимать. Ну, я умудрилась кое-что поснимать. Примерочной. Это одежда в основном в стиле бохо. Ну, вот вы видите такое платьице. Оно очень показалось мне большим. Свободным, комфортным. И это тоже ничего коротенькое до колен. Но оно очень прозрачное. И все нижнее белье на нем видно. А так вообще очень оригинальное. Все из льна. Ткань лен. Ну, а этот комбинезон мне очень понравился. Он настолько практичный, легкий. В нем можно и поднимать ногу. И делать разные движения. Очень понравился. Наверное, я его куплю. Ну, а эта накидка. Почему-то на камере она красного цвета. На самом деле она ярко-малиновая. Как раз она подходит, если вдруг прохладно будет, накинуть на этот комбинезон. Я ее тоже, наверное, возьму. Вот я сама, как партизан, снимаю в раздеперимерочной. И вот я понравилось. Вот это ожерелье как раз подошло. Браслет и серьги. Демонстрирую вам это. Ожерелье очень оригинальное. Это не серебро, но что-то близко к этому. А эта блузочка. Вроде бы так смотрится ничего, но как посмотрела сзади, не понравилось. И вот я еще примерила штанишки. Мне не понравилось, как они сидят. Потому что сверху они широкие, а внизу очень прилегают. Ткань лен. Все. И блузочка. Оригинальную, но очень все дорого. Эта блузка около 250 лир. Легкая, приятная на теле, но что-то не то. Вот эта платьица. Я перемерила очень много платьев, но выбрала несколько. Ткань лен. Свободная. Очень оригинальный дизайн. Даже не могла показать вам все на камеру, потому что все делала тихо, чтобы меня не заметили. Такой ярко-зеленый цвет. Ну, а эта блузка из льна. Я тоже хотела ее купить, но что-то не то было. Тем более отдавать такие деньги. Платье 300 стоит, а блузка вон около 250. Я не знаю, почему такой дорогой магазин, но вещи хорошие. Я заметила, что все, кто приходит, меряют, уходят ни с чем. Такая широкая блузочка. Но очень просвечивает. Комфортно на теле, не жарко. Ну, видите, все просвечивает. Мне такое не надо. Ну, а что я купила, вы можете посмотреть в следующем видео. Надеюсь, вам понравилось видео. Всем пока-пока. С вами была Светлана Ата. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok